это был сад всем привет друзья с вами самойлов иван и парапланерный клуб крыло ветра сегодняшнее видеозарисовка будет посвящена такому режиму полета как локаут что такое локаут у всех это на слуху на языке так вот локаут это фактически замок блокировка блокировка чего касаясь парапланеризма в нашем случае это сваливание либо влево либо вправо и соответственно неспособность выйти из данной ситуации давайте рассмотрим на примере модельки что это себе что из себя представляет локаут итак представим что на стартовом столе стоит готовый встегнутый курсант готов к учебно-тренировочному полету звучит команда пошел-пошел курсант поднимает крыло отрывается от земли и переходит в первую фазу затяжки на высоте 20-30 метров приходит справа боковой ветер крыло начинает крениться влево так как на малых высотах нежелательно работать клеванты звучит коман звучит команда от инструктора вес направо больше вес направо так как курсант еще не опытный и у него не присутствует навык работы весом соответственно он будет зажат он будет бояться перевалиться больше направо и параплан будет дальше развивать критический угол сваливания в какой-то момент инструктор поймет что вес на право недостаточно и надо уже принимать решение поэтому будет звучать команда правую клеванту левая левая рука вверху зажимаем правую держим держим вес направо параплан будет смещаться влево и в какой-то момент начнет выходить на курс в этот момент курсанту самое главное не переиграть вовремя перевести вес и правую клеванту в нейтральное положение для чего это нужно для того чтобы из этого для того чтобы из левого локаута не перейти в правый локаут чем опасен этот режим полета на малых высотах нет времени чтобы быстро это решить чтобы оперативно это отыграть нужны четкие команды инструктора слаженная работа команды операторов но в первую очередь конечно является психологическая подготовка самого курсанта этих моментов боятся этих моментов бояться не нужно большинство даже уже заядлых каких-то пилу большинство даже профессиональных пилотов есть небольшой мандраж перед первой затяжкой но как правило после первой затяжки это все проходит и летный день как на одной ноте дальше у большинства пилотов и курсантов присутствует боязнь перед затяжкой чем это обусловлено обусловлено как раз вот этими вот локаутами задними свалами и на предельно низких высотах и так мы сейчас рассмотрим крайне негативную ситуацию по локауту которая только может быть вот у нас пошел развиваться локаут крыло уходит влево курсант у нас плохо работает весом вес направо плохо перенес не работает клевантой психологически неподготовленный падает в ступор инструктор начинает кричать в рацию операторы начинают орать в рацию зажимает кнопку в этот момент на радиочастоте происходит гетеродинный свист курсанту в этот момент нужна фактически помощь чтобы вывести его с данной ситуации но за счет того что каждый пытается вставить свои пять копеек и нажимают кнопку забивает эфир этого не получается ситуация развивается дальше происходит разворот ускорение и встреча с землей разберем еще раз этот момент итак мы вышли на мы вышли на опасный режим в этот момент оператор уже должен плавненько сбрасывать тягу чтобы параплан начал сам выходить на ветер инструктор дает соответствующие команды вес направо правую клеван ту работаем выходим на курс именно поэтому очень важно перед переходом к выполнению учебно-тренировочных полетов с курсантом буквально разжевать каждую секунду полета буквально каждую секунду подготовить к этим ситуациям вот что они могут возникнуть них не надо бояться ситуация сложилась работаем хладнокровно четко но для этого надо теоретически быть подкованным почему 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 теоретически потому что получается некая аксиома или парадокс чтобы испытать чтобы получить навык выхода из крена и из крена и локаута надо в нем и первый раз побывать на земле это невозможно отработать код друзья ребята пилоты курсанты вот просто выбросьте из головы эту выбросьте из головы вот эту вот дурь выбросьте не надо бояться полетов на лебедке затяжек этих не должна присутствует боязнь перед затяжкой до присутствуют какие-то опасные режимы в первой фазе затяжек первой фазе затяжки мы должны решать это достаточно просто хладнокровно и без мандража и по впаданию в ступор рассмотрим еще раз ситуацию локаут как как правильно действовать пилот выводит крыло пробежка отрыв подъем достигли отметки 20-30 метров справа составляющей боковой ветер параплан переходит к левому крену в этот момент как только параплан начал уходить влево и вы видите крыло трос перпендикуляр не соблюдается уже надо перевалить вес и быть готовым не доводя до критического угла отработать этот момент то есть переносим вес не просто так чуть свалившись направо да а просто вот переваливаемся чтобы аж каска туда вниз ваш ваш шлем просто голова вниз вытаскиваем параплан вытаскиваем оттуда про план такая вещь что он не сразу работает как самолет самолетное крыло это тряпочка которая которая нужно определенное время тут важно подметить что нельзя перри переигрывать нельзя перри руливать потому что автоматически из этого крена если вы передержали вес на правой правую клеван то пошел развиваться правый крен и получается вы всю затяжку вот оператор вам не может дать нормальной тяги вы туда-сюда туда-сюда и так по существу еще раз перечислим опасные моменты при возникновении локаута то есть в самом раннем начатке левого крена будь то левый либо правый крен нужно работать весом пока вот крен небольшой да можно весом его спокойно отыграть не применяя даже клеванты не применяя клеванты как только локаут начинает более критично развиваться вес на допустим влево вес направо правую клеван точку обязательно начинаем поджимать выводим крыло не ждем развития ситуации когда крыло у нас вот так встанет вот так вот так это уже очень это уже сброс тяги отстрел смотчика и посадка даже против фетра но она все равно будет безопасно и чем это разворот и с ускорением в землю и так дорогие друзья подведем итог что ж такое локаут по большому счету локаут это не просто особый режим полета а именно действие пилот если пилот не отрабатывают левый правый крен которая начинает развиваться впадает в ступор это и есть локаут и то есть блок сознания человек впадает ступор перестает действовать в этот момент включаются операторы один сбрасывает тягу второй отстреливает трос смотчик инструктор продолжает радиоведение и психологическую поддержку курсанта итак друзья на этом все надеюсь всем было понятно что такое локаут не надо бояться этих режимов полета надо подготовиться теоретически левый правый крен бывает при боковом ветре не всегда лебедочному комплексу удается стать против ветра четко вот против ветра что под прям створ поэтому иногда бывает так что иногда бывает что ветер дует под 45 градусов иногда попут попутка небольшая составляющая попутный это норм это нормальные это нормальные будни пилота это нормальные будни пилота ты должен быть к этому готов не не будет и если ты пришел в небо не будет как каких-то идеальных условий всегда будут какие-то условия всегда будет подбрасывать будет выводить вправо влево задача инструктора научить курсанта правильно работать в этих опасных режимах на этом все с вами был самойлов иван и парапланерный клуб крыло ветра до новых встреч . 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 Субтитры создавал DimaTorzok